Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Читаем книгу «Песнь-песнь» Соломона для библейского портала «Экзегет». И сегодня у нас глава заключительная, последняя. «Ой, если бы ты мне был брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих». Мы уже отмечали, что образы песни-песни, они не могут быть состыкованы воедино. Песнь-песни, ее невозможно поставить на сцене, потому что один и тот же, ну вот возлюбленный или невеста, она то невеста, то сестра, то кто? То пастух, то царь. И в данном случае, интересный этот возглас. «Ой, если бы ты мне брат, сосавший груди матери моей». Почему? Ходить с женихом, который еще тебе не муж, это непристойно, это нецеломудренно, и для не вышедшей замуж еще и невозможно. А вот с братом можно ходить, и брата можно поцеловать, с ним можно быть в доме матери, и этого никто не осуждает, это естественно. И вот такой образ здесь приводится. В какой-то мере, как будто бы на ступеньку спускаемся вниз. Но это еще вопрос, по части вниз. И мы уже отмечали тоже слово «брат» этого апостола Павла, что он первородный между множими братьями. Господь, восприявший человеческую плоть, породнился с нами. Он теперь сын человеческий, а сын человеческий человеком брат. Брат – это такой малоупотребительный в нашей среде образ, но он библейский. Брат, который сосал груди матери моей, то есть они единоутробны, они от одной матери. И вот если бы ты был мне брат, Брат – это тоска ветхозаветных праведников, для которых Бог был Элеон, Всевышний. Абсолютно недоступный, никем никогда не виденный. И видеть его невозможно и остаться живым. Абсолютно бесконечная дистанция. Ему можно поклониться и покориться. Это и сегодня доминирующее ощущение в вере сынов Исаака и сынов Исмаила. А здесь – ой, если бы ты мне брат. То есть, ой, если бы ты воплотился. Может быть, даже неосознанно, нерационально, а какими-то внутренними движениями души и чувств человечество всегда хотело его воплощения. Может быть, отсюда, не связанные рамками божественного откровения, язычниками, изобретали всяких сынов Божьих и все такое. Но там это была нереальность и даже подделка бесовская. А здесь подлинное воплощение – это желание Бога воплощения. Некоторые отцы позволяли себе такую мысль, что даже если бы человек не согрешил, Бог все равно бы воплотился. А для того, чтобы стать братом человеку. Для того, чтобы человек мог заглянуть в глаза брату и там уже увидеть незримую славу Элеона, Всевышнего Бога. И вот если бы ты был мне брат, тогда я бы встретила тебя на улице, а так не встретишь. А когда Иисус ходил по улицам, площадям, дорогам и тропам, земли, то Его встречали люди. И я целовала бы тебя, как та грешница, которая омыла слезами стопы Сына Человеческого и целовала эти ноги. И меня не осуждали бы. Ее осудили, лжеправедники. Но ее не осудил Христос. И вот уже две тысячи лет ее мы не осуждаем мы, стараясь даже сами ей уподобиться. То есть теперь у нас есть возможность даже материального богообщения. В наше время, скажем, это храм, это колокол, это икона, это фимиам, искадила. То есть теперь мы действительно можем встретить Его на улице и целовать Его. И это неосудительно. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, и ты учил бы меня, ты бы произносил нагорную проповедь. Ты бы говорил свои притчи, ты бы произнес беседы тайной вечери. А я поела бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Душа готова лучшее, что у нее есть, отдать ему, своему жениху. Отдать Христу. Это жены мироносицы. Они поют ароматным вином и соком гранатовых яблок, когда следуют с ним, за ним по крестному пути. Когда ищут его рано утром у гробной пещеры. И наша душа, она готова тоже лучшее, что она имеет, воздать ему, поить его ароматным вином и соком гранатовых яблок. Гранатовое яблоко уже нами многократно истолкованное. То есть наша любовь, любовь преподобных, святителей, мучеников, все эти ячейки. Все это мы готовы тебе отдать. Мы готовы, чтобы это было все твое, лишь бы ты учил нас, лишь бы мы могли быть с тобою, обнимать и целовать, а ты бы вошел в дом матери моей, то есть в мою земную храмину, в наш земной быт, в нашу земную жизнь. И это произошло через Боговоплощение, через Богово человечество Христа. И далее нежное, удивительное, чистое описание взаимного обладания жениха и невесты. Невеста восклицает, левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Левая рука — это его наказание. Правая — это его благодеяние, милости и щедроты. Одно под головою, другим объемлет. Это объятие Христа. И душа христианка, она знает, что все скорби и все радости этого мира — это объятие Христовы. И в скорбях и радостях этого мира душа у груди Христа, в его объятиях. И идущий рефреном, через всю песню, заклинание, исходящее из уст жениха. «Заклинаю вас, щели Иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Она в его объятиях, и, возможно, что еще дремлет, еще не проснулась, еще не ощутила его, еще не познала. А он уже держит ее в своих руках. «Не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Хор воспевает. И это теперь образы, которые особенно перекликаются с образами шестой главы и с ранее уже образом третьей главы. «Кто это восходит у белена от пустыни, опираясь на возлюбленного своего?» Если сопоставить с вопрошанием третьей главы, «Кто это восходящее от пустыни?» А здесь одно слово «убелена». То есть там Израиль от пустыни шел в обетованную землю. «Кто это восходящее от пустыни?» А здесь кто это восходит у белена от пустыни? То есть там начальное состояние церкви, здесь завершительное. Теперь она уже убелена, она омыта, очищена. Она достигла непорочности, чистоты, святости. От пустыни этого мира, от безжизненности этого мира, от скорби этого мира, от жестокости этого мира, она восходит от пустыни. Это сретение Господу на воздусе. Это встреча Христа и церкви эсхатологическая. Это и встреча Христа и души сейчас, здесь, уже в этой жизни. И она восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Там, в третьей главе, она восходит от пустыни. А возлюбленный – это только еще цель, которой она идет. А теперь она уже опирается на него. Преподобные после своих долгих пустынно-жительских подвигов, мученики после своих страшных мучений, святители после пастырских трудов, праведные мужи и жены после жизни в этом миру, благовестники после труда проповеднического, где-то устали, где-то изранены, но опираются на возлюбленного. Душа, если ты устала, не бойся, обопрись. Он непременно подаст тебе свою руку. И, опираясь на возлюбленного, ты выйдешь из этой пустыни убелена, чиста и непорочна. Жених, под яблони разбудил я тебя. Там родила тебя мать твоя. Там родила тебя родительница твоя. Яблоня, с одной стороны, образ самого Христа, как яблонь посреди древес лесных жених. И там, под яблоней, происходит рождение. А мать — это церковь, которая рождается благовестием и благодатью в таинствах душу. Там родила тебя мать твоя. Где там? Под яблоней. То есть, у подножия Христа. Там родила тебя родительница твоя. Люди иногда говорят церкви, не вспоминая Христа. А есть иные, те, кто отпали от церкви и ищут Христа. Вот здесь это сочетание, что под яблоней, где Христос, не в ином месте, но происходит это через родительницу, через церковь Божию. И дальше гимн любви. Гимн любви. Разные толкователи по-разному относят эти слова либо к жениху, либо к невесте. Может быть, это уже даже не главное. Как есть гимн любви у апостола Павла в 13 главе Коринфина. А здесь потрясающие силы гимн любви песни-песни. Возможно, это и есть кульминация Ширгаширим всей этой уникальной и неповторимой песни. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она, пламень, весьма сильный. Если отнести эти слова ко Христу, то можно размышлять таким образом. Он обращается к невесте, к возлюбленной. Положи меня, Христа, своего возлюбленного, как печать, на сердце твое. Христос запечатлевает собою, а как это происходит? Он крестящий Духом Святым. Печать дара Духа Святаго. Он печать на нашем сердце. В притче о блудном сыне отец говорит, положите перстень на десницу, на руку его. А здесь печать возлагается уже даже не на перстень, а на самое сердце. И уже не я живу, но живет во мне Христос, восклицает один из таких запечатленных, святой апостол Павел. Положи меня, как печать на сердце твое. Сердечно Иисусова молитва многих великих подвижников и делателей молитвы. Когда сердце происходит Духом Святым непроизвольно, самодвижно молитва имени Иисуса. Когда это имя запечатлело сердце, и эта печать уже неотъемлемая, сердце, которое уже не может биться иначе, как во Христе, ибо крепка как смерть любовь. Это подтвердили все святые мученики, которые, не раздумывая, даже не стоя ни перед каким выбором, так или так, они шли, они вкусили эту любовь, которая крепка как смерть, люта как преисподня ревность. В данном случае лютость преисподней это самая невероятная сила. Священное Писание неоднократно использует образы, как будто бы отрицательные в положительном значении. И вот эта лютость преисподней такова ревность любви Божией. Ревность любви Божиих подвижников, святых, угодников, души единственной возлюбленной невесты Христовой. Стрелы любви это стрелы огненные, они пронзают душу человека. Огненных стрелах говорит апостол Павел Бесовских, их мы отражаем щитом веры, но есть огнь божественный, и этот божественный огонь пронзает сердце человека. И тогда человек уже не может ничего иного и не хочет ничего иного. Сердце его пронзено, оно уязвлено, и это уже не заживаемая рана любви Христовой в сердце возлюбившем Христа. Стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный, и именно эти слова они уникальны для песни песни на еврейском языке Шалхавет Ях. Возможно, что это единственное место книги, где имя Бога все-таки произнесено. то есть пламень весьма сильный, такой смысловой, свободный перевод сенадальных переводчиков Шалхавет Ях. Ях это уже священное имя Бога, это из тетраграммы. И вот имя Господа и само ведь имя Иисуса, оно теофорное, Йогошоа, таким образом, положив Христа как печать на сердце и будучи уязвленной стрелой его любви, вот человек, он теперь и воспламенен, и он является жилищем этого имени Божия. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, то есть пламень любви Христовой, которой уязвлено сердце праведника, оно таково, что большие воды, пусть это будут реки, пусть это будут моря и даже океаны, то есть все, что есть в этом мире, философия, наука, политика, сила, мощь, красота, искушение, богатство, все, что только может дать этот мир, вся его сила, власть и слава и богатство, ничто не может потушить любви, и реки не зальют ее, это так явственно в подвиге святых мучеников и в подвиге преподобных. Ничто не могло потушить этой любви. Если бы кто давал все богатство дома свое за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Тысячу крат это происходило на самом деле. Так наглядно это происходило и во времена сравнительно недавних новомучеников. все богатство дома своего, если бы кто-нибудь и дал за любовь, вот за эту любовь к Христову, то он был бы отвергнут с презрением. Ничто не может заменить любовь к Христову. Как Господь говорит, если бы ты обрел и весь мир, а душе своей повредил, то какой дашь выкуп? И поэтому та душа, которая познала эту любовь, воспламенилась и уязвлена ею, она уже даже не воспринимает, она не стоит перед выбором, а если кто-нибудь все-таки достучится, да вот наш возьми, он будет отвергнуть с презрением. Завершается гимн любви. И дальше интересный такой образ. Вдруг у невесты, которая только что сама именуется сестрой, возлюбленной братом, вдруг у нее появляется сестра, там были наложницы, девицы без числа, а теперь вдруг у нее появляется сестра. Есть у нас сестра, которая еще мала, мясоцов нет у нее, что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Ну да, еще нет невесты, если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты серебра, если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками, но это еще не так, то есть тут сразу два образа маленькой девочки, ну если вдруг будут сватать ее, еще никак, еще рано, еще ничего нет, а с другой стороны, архитектурный такой образ, если была стена, то мы построили бы палаты из серебра, если бы дверь, обложили бы кедровыми досками, то есть было бы о чем говорить, можно было бы построить прекрасный дом, или можно было бы сосватать невесту, но и того другого еще нет, и вдруг меняется тональность, я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Возлюбленная ее сестра это одно и то же, это два возраста той же самой, это младость во Христе и может быть даже еще не совсем во Христе, это просто младость, когда еще и не невеста Христу, когда еще и не здание, и не дом Христов, премудрость созда себе дом, из столпов седни, ничего этого еще нет, и вдруг уже есть, то есть там говорится, если бы была стена, а теперь говорит, а я стена, там говорится, что и сосов нет у нее, а теперь и сосцы у меня как башни, то есть теперь она входит в полноту, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Здесь показывается рост, рост от начала веры, или даже еще от состояния доверы, к совершенству в вере, когда ты уже готовая невеста, прекрасная, божественная, и когда ты уже готовый дом, в который можно вселиться. И еще один образ. Виноградник Соломона. Виноградник был у Соломона в Алгамоне, переводится «Господь множество». Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу серебряников. А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе Соломон, а двести стерегущим плоды его. У Соломона, значит, у Христа, в Алгамоне, то есть он Господь множество, Авраам отец множество, то есть вот это самое множество детей Авраама, чад веры. И вот он отдал этот виноградник сторожам, пастырам, это и пастыре Ветхого Завета, и пастыре Нового Завета. И каждый из этих пастырей должен доставлять Господину, Христу, Соломону, должен доставлять за плоды его тысячу серебряников. А мой виноградник, здесь как бы уже от нашего лица идет речь, при себе. То есть там со стороны Соломона, который имеет виноградник, церковь, на архиерейской службе бывает этот возглас, призри, Господи, виноград, его же насади, десница твоя, виноградник Соломона, Волгамоне, виноградник Христов. А теперь с нашей стороны о том же самом. А мой виноградник, это тот же виноградник, то есть мы чадо церковные, он у нас при себе тысячи, то есть полнота, совершенство, тебе Соломон, Христос, а двести стерегущим плоды его, это вот эти самые сторожа, то есть душа, она отдает всю полноту Христу, и поминайте наставников ваших, а двести стерегущим плоды его, то есть душа, которая духовно и материально, она в церкви, она со стражами церковными, а всю полноту отдаются Христу. И последняя перекличка. Жительница садов, товарищи внемлют голоса твоему, дай мне послушать его. Как удивительно, это слова Христа. Жительница садов, это праведная душа, которая уже живет не в пустыне, она уже вышла из нее, убелена. Жительница садов, товарищи, то есть те, которые там с тобою на земле, они внимают голосу твоему. Вот мы внимаем голосу святых. Эти святые, они посреди нас. А Христос оттуда, с неба, говорит, дай мне послушать голос твой. Я тоже хочу его услышать. Вот такого мы имеем Христа. Он желает услышать свою невесту, он желает услышать ее голос, он хочет слышать, как она молится Духом Святым, он хочет слышать ее сердечную молитву, он хочет слышать биение ее сердца, на котором он же сам и печатью. пребывает. Он желает слышать голос жительницы садов. Он бы сегодня пришел за своими. Но время определил Отец Бог. А теперь это перекличка то с неба на землю, теперь с земли на небо. Беги, возлюбленный мой, будь подобен сернию или молодому оленю, на горах бальзамических. Это голос невесты, это голос церкви, это голос праведной души. Беги это не оттуда сюда, а отсюда туда. Казалось бы, невеста должна его звать, а здесь вдруг иное. она стоит у подножия гор и говорит, беги, возлюбленный мой, вознесись на небо, сядь, одесной отца. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю, образ нами уже истолкованный несколько раз, на горах бальзамических или на горах аромата. горе имеем сердца, а горним помышляйте о неземном. Это небесный мир. И она согласна еще подождать. Беги, возлюбленный, она проявожает его своим взором, она смотрит на этого оленя, который скачет туда, в горы. Она подождет, придет время, он придет. А сейчас пусть бежит туда, в горы бальзамические, а я буду еще здесь. бежит 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 Продолжение следует...